Почему бывший муж не общается с ребенком? Они, конечно же, или вслух настраивают ребенка против папы, и говорят там, папа не очень, папа плохой, да, с папой не общайся, папу не слушай. Но я, ладно, я понимаю, он меня ненавидит. Я понимаю, у нас война, но как же ребенок? И поэтому у ребенка есть выбор, неосознанный, на чью сторону стать. Они пытаются из-под палки, его, а ну ты должен. Да это все из-за ребенка. Это потому что ребенок, потому что мужчины не готовы нести ответственность. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И, пожалуйста, перешли его тем, кому это действительно важно. Давайте заранее определимся. Я действительно считаю, что мужчина, который избегает от общения с ребенком, который не несет ответственности за детей, которые он создал с женщиной, не важно там ссорах, да хоть война между мужчиной и женщиной, я считаю, что нормальный, здравый мужчина должен искренне стремиться заботиться о детях. Даже если у него уже новая семья, все там круто и так далее, я считаю, что он должен нести ответственность. Давайте смотреть объективно. От того, что я так считаю, и от того, что я в этом видео так скажу, ты должен, мужчина должен, изменится у тех женщин, у которых сейчас с этим проблема? Ну, вряд ли. Я заранее озвучил свое мнение касательно этих мужчин, но при этом ценность этого видео, которое я хочу дать, это что тебе, как женщине, в этом нужно понимать, и что ты можешь в себе трансформировать для себя же в первую очередь, и как результат это поможет усилить влечение бывшего мужчины к общению с ребенком, с которым он, может быть, даже никогда и не хотел общаться, или, может быть, если он это сейчас и делает, делает из-под палки. Что нужно понимать? Когда мужчина и женщина в ссоре, по сути, они находятся по разные стороны баррикад, то есть как бы между ними такая некая стенка, и они по разные стороны этой стены. Между ними некая война и конфликт. И этот конфликт и война может быть открытой, когда мы открыто друг другу говорим плохие слова, что-то хотим друг другу, там, причитаем, мы обижены. Или же это может быть, мы вроде бы не общаемся, и даже, может быть, где-то пересекаемся, и, может быть, ни слова друг другу не говорим, но по-честному мы понимаем, что между нами реальный конфликт, обида и претензии. Ребенок в данном контексте, в конфликте между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, ребенок не может быть одинаково на стороне папы и одинаково на стороне мамы, как бы он ни хотел. Особенно это невозможно, когда в большинстве случаев ребенок проводит больше времени с мамой, и зачастую большинство мам, они, конечно же, или вслух настраивают ребенка против папы, и говорят там, папа не очень, папа плохой, да, с папой не общайся, папу не слушай, папе не говори, а мне говори, там что-то. Либо это может быть по-другому, что мама как бы говорит, да, общайся с папой, она ничего плохого не говорит, но чувство к отцу, чувство к бывшему, понятно, да, в большинстве случаев, это обида, претензии и так далее. И ребенок, маленький ребенок, неважно, подросток, маленький ребенок, дети, вроде бы они не могут, ну как они маленькие, они не могут понимать там сути взаимоотношений мужчины и женщины, но они что-то чувствуют, и им, по сути, передается вот этот эмоциональный фон. И поэтому у ребенка есть выбор, неосознанный, на чью сторону стать, условно, чью позицию принять, кто прав, кто более прав в этой ситуации. Но ребенок так не мыслит логически. В большинстве случаев ребенок остается на стороне мамы. По сути, как происходит, вот мужчина, вот ты, а ребенок, ну вот женщина, а ребенок за женщиной. И большинство отцов, они как бы смотрят на ребенка через маму, через маму. И если мама воюет с папой, ему нужно преодолеть вот эти, некое сопротивление, чувство, вот это чувство вины, вот эту войну с мамой. Женщины вот такой вопрос задают мне. Ярослав, ну я ладно, я понимаю, он меня ненавидит. Я понимаю, у нас война, но как же ребенок? Я объясняю, что пойми, пожалуйста, что он смотрит на ребенка через тебя. И ты можешь подумать, что нафиг мне избавляться от обид к бывшему. Бывший и бывший. Во-первых, для тебя это важно, чтобы проработать вот эту, убрать эту стену. Я не говорю, что ты должна сходиться с мужчиной, например. Но помириться это не равно сходиться. Наладить отношения, это не значит, что заново проживать второй конфетно-букетный период или сходиться. Я считаю, что проработать свои чувства, претензии, обиды и так далее, это важно тебе первое. А, чтобы постараться наладить взаимоотношения между отцом и ребенком. И Б, ты с этими обидами приходишь на свидание. Она с этими обидами пытается строить новые отношения, будучи обиженной на бывших мужчин, на прошлого мужчину. И именно поэтому часто женщине и не удается построить потом нормальные отношения. Кажется, да это все из-за ребенка. Это потому что ребенок, потому что мужчины не готовы нести ответственность. Я с детьми. Может быть, может быть, давай не будем откидывать этот вариант. Но по-честному это потому, что вот это эмоциональный фон. Тяжесть, обиды, претензии, жалость, чувство вины и так далее. И большинство женщин что они делают? Они пытаются из-под палки. И вот, а ну ты должен. Пойми, пожалуйста, что если ты взрослый и тебе, ты женщина за 30, наверное, ты уже понимаешь, что ну невозможно из-под палки человека заставить что-то делать. Ну тебя можно что-то из-под палки заставить что-то делать? Нет. Или через обучение рассказывать ему какие-то лекции. Это бессмысленно. Перестань это делать. И если на данный момент так сложилось, что отец не стремится общаться с ребенком или с детьми, лучшее, что ты можешь делать, в первую очередь для себя, а в третью очередь уже для детей, это наладить, избавиться от собственных обид, претензий и так далее. Проработать себя как женщину. Не для того, чтобы ему там что-то хорошее говорить, не для него, а для себя же. И важно понимать, что вот эти чувства, эмоции, тяжесть, это все считывают дети. И они этому учатся. Не только что ты им рассказываешь умные лекции, они чувствуют фон. Как и ты, будучи маленьким ребенком, чувствовала фон между мамой и папой. И знаете, еще такая рекомендация, намек, услышь смысл. Хватит тусоваться с женщинами, с подружками, которые ноют, жалуются, критикуют мужчин, критикуют государство, президентов, курс доллара, евро. Все им плохо. Пойми, пожалуйста, что если ты в этих тусовках, если вдруг ты случайно оказалась, или так жизнь сложилась, уходи из этих клубов. Исключай себя из списков клубов нытиков. Потому что если ты это делаешь, да, ты права, мир не идеален. Но если ты ноешь, ты притягиваешь таких же нытиков, таких же тяжелых нытиков. И безусловно, когда вы будете вначале влюблены друг к другу, это все чувствоваться не будет. А потом все это всплывет. Поэтому исключай себя из клуба ноющих женщин. Становись автором жизни. Прокачивайся как женщина. И я тебе гарантирую, не важно, сколько у детей. Один, два, три. Не важно, сколько тебе лет. Двадцать или сорок восемь. Или как нашей самой старшей ученице, семьдесят два года. Не важно. Даже будучи, имея хоть трое детей, и будучи в возрасте пятьдесят лет, возможно более чем реально создать классную жизнь и классные отношения. Если для тебя важно разобраться, как же это делается, что же я имею в виду проработать обиды, что же я имею в виду прокачаться как женщина, я приглашаю тебя на бесплатный онлайн-курс. Ссылка под этим видео, где мы на протяжении всего бесплатного онлайн-курса мы это разбираем. И не только это, а еще важные разные темы. Как перезагрузить непонятные отношения. Как привлекать достойных, классных мужчин и сделать правильный выбор. Как строить по-настоящему счастливые отношения. И нет, это не в разряде встретить своего мужчину. И все будет само собой. Ты достойна классных отношений, но важно соответствовать этому. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши, пожалуйста, в комментариях, как тебе это видео и вопросы для следующих видео.